Сегодня я решила провести небольшой мастер-класс по применению тканевой маски для лица. Решила его снять, потому что маска необычная. Новинка называется Крио-маска для лица. С интенсивным охлаждающим эффектом, который вот как-то происходит. Применение маски необычное, поэтому, я думаю, будет важно показать пошагово, как ее использовать. Значит, способ применения. Мы должны сейчас, не открывая пакет, положить его на какую-то твердую поверхность, немножко распределить содержимое и несколько раз ударить по нему рукой, чтобы началась реакция охлаждения. Что и делаем. Бьем достаточно интенсивно, потому что, если бить плохо, то реакция не произойдет. Я чувствую, что реакция началась уже, поэтому теперь мы пакет с маской открываем и попробуем сейчас зафиксировать охлаждающий эффект с помощью градусника. У нас сейчас 22 градуса на градуснике. Помещаем его внутрь. Здесь вот достаточно прохладно. Подождем несколько секунд. Может быть, что-то получится увидеть. У нас прошло буквально 30 секунд, и мы видим, что на градуснике у нас уже 17 или 18 градусов. То есть на несколько градусов произошло сразу охлаждение. Дальше используем маску, как и любой обычной тканевой. Достаем из пакетика, немножечко отжимаем ее, чтобы она не текла. И расправляем и наносим на лицо. Основа маски немножко плотнее, чем у масок Мэйтан, которые я пробовала до этого. Она распределяется достаточно легко. Наносим, убираем все пузырьки воздуха, которые у нас под маской остались. Максимально, чтобы она прилегала к лицу. Пойдем 10-15 минут. Вот прошло 15 минут, и мы маску снимаем. Смотрим сейчас, как любую тканевую. Сняли. И излишки я предпочитаю убирать просто ватным диском. Не смывать. Тут, в принципе, все зависит от типа кожи. Если кожа сухая, то можно смыть, нанести потом свое средство. Моя кожа комбинированная, поэтому мне достаточно просто удалить, и можно не наносить крем. Ну вот, в принципе, я вижу, что цвет кожи более ровный. Кожа стала светлее, и когда нанесла маску, именно вытащила ее из пачки, был довольно ощутимый охлаждающий эффект. То есть градусник нам совершенно-таки не соврало. Действительно, охлаждение происходит. Не знаю, за счет чего, мы можем сейчас посмотреть. Само устройство маски интересно. То есть здесь две емкости. Здесь вот у нас лежала наша маска. Здесь осталось. Остался лосьон питательный. А есть еще одно отделение. Видите, вот там синяя жидкость. Вот это, собственно, то, что оно до сих пор продолжает охлаждать. Не знаю, насколько это будет действовать. Какое еще продолжительное время ли? Но вот отдельный такой резервуар с этой жидкостью, с которой произошла реакция и за счет чего маска охлаждалась. Самое главное при применении изначально сразу не открывать пакет. Потому что, конечно, мы ударяли по маске с большим усилием. Если бы открыли перед этим пакет, то жидкость, которая была вместе с питательной этой эссенцией, она бы у нас вся вылилась. Поэтому используйте маску правильно и приятных вам ощущений.